Почему же ты беспокоишься за такой мелочи? Иди и собери своих воинов, а мы и два брата будем сопровождать тебя. Поступай в поход. Благоприятный день с репанчами и небось. В этот раз мы будем по твоей стороне. Скоро по всему городу разнеслась весть о том, что господь Жаганат и Баларама будут сопровождать войско. Старый, млад, здоровый, коллеги, все хотели участвовать. На стороне верхового величинства господа. Благоприятный день с репанчами войско вступило в поход. Несмотря на божественное видение, произошедшее несколько дней назад, царя одолевали сомнения. Неужели Жаганат и Баладева действительно будут воевать на нашей стороне? Никто никогда не слыхал о таком. Я не могу увидеть их. Может быть, они забыли, пребудут ли они. Одним словом, войско он их не увидел. Не Баларам и Джаганат. И сильно беспокоился. Думаю, вдруг это просто ему послышалось еще в какие-то моменты. В то время, как войско Парушота Мадео продвигалось на юг, в лежащую у него на пути небольшую деревеньку, возле озера Чилика, прибыло двое всадников. Один на белом, другой на черном коне. Там, на обочине дороги, торговал кислым молоком верный, бледный господин. Жаганатхи Пайбини Маника почувствовал жажду от долгой скачки. Всадники попросили у нее много молока. Когда Маника спросила плата, они отвечали, что они воины царя Парушота Мадео, что у них нет с собой денег. Такие удивительные события. Раз они воины, они на полном удовольствии и обеспечении у царя, этого денег у них нет. Они дали ей украшенное камнями кольцо и велели, когда царь будет проезжать мимо, показать ему это кольцо. И тогда он заплатит за них. Несколько часами спустя, когда царь Парушота Мадео проезжал мимо этого места, то он увидел на дороге незнакомую женщину, которая махала ему. Остановив своего слона, он спросил, что ей нужно. Женщина ответила, тут проезжали двое твоих воинов, они взяли у меня немного молока, у них было нечем заплатить, и они дали мне это кольцо, велев показать его тебе. И тогда ты мне заплатишь. Царь был потрясен, увидев ратному дрику, усыпанный драгоценными камнями, перстень Господа Жаганадхи. Еще такие предметы, которые названия имеют, имеют какую-то свою характеристику. Сколько много интересных моментов, которые можно, видите, просто заинтересовавшись Господу Жаганадхи, сразу открываются в необыкновенной возможности. его природы, его внешности, его поведения, его игр. Поняв, что женщина великая, преданная Жаганадхи, царь подарил ее деревню, называв эту деревню ее именем. По сей день эта деревня называется Маникопатха. В этот раз царь Парушоттам и Деф и его войска одержали блистательную победу над войнами Канчи. Возвращаясь в трофей, миража Парушоттам забрал божество Банда Хаганеши, которому поклоняется Саря Нарисимха, а даже принцессу Падмавати. Принцесса Падмавати была очаровательной, умерла во всех отношениях. Но, пометуя об оскорблении, на сегодняшний господь Жаганадхи, ее отцом Парушоттам и Деф, отказался взять ее в жены. Вместо того, она поручила ее заботу своего ближайшего царедворца, поверив ему выдать ее замуж за опытного и добропорядочного метельщика. И смешно, и трогательно. Какие же события произошли дальше? Как вы уже догадались, что-то необыкновенное будет дальше. На этом же не заканчивается эта история. Прошел около года, наступил очередной праздник Радхаяты. После того, как закончилась церемония и божество в осенне колесницах, царь приступил к ритуалу Чарапахара. Значит, этот рёт, Чарапахара, который называется, это подметание перед колесницей метлой. Можно увидеть, в этот раз тоже преданных будет по очереди брать эту метлу и подметать перед гостом Жаганаты, передавая друг другу. Но теперь вы это будете делать, понимая, что это традиция, имеет свое название, свою значимость. Это дело Великий Царь и прочие такие вещи, которые делают наши действия осознанными. Также можете увидеть в внешности Госпожа тоже отражены определенные черты, которые связаны с лилами, где у него глаза округлились, когда он видел или услышал о себе чудесные истории, которые поведал вам о Моросине. Такие вот действия, такие ощущения мы можем испытывать во время самой Радхаятры. Значит, за опытную дупую поделку. Царь велел мне в то время так, простите, немножко прошло около года, наступил очередной праздник Радхаята. После того, как закончилась церемония пахания Веджая и божества в осемной колеснице, царь приступил к ритуалу Чера-Пахара подметанию перед колесницей Господа. В это время вышел в царедворец с принцессы подмогать и объявил толпе. Царь велел мне выдать принцессу замуж на опытного и добропорядочного подметальщика. Я полагаю, что во всем царстве буткал не найти более подходящего не хочу чем наш царь, чтобы в это время подметал. В среду я так нашелся, ну и подмогать я была счастлива, что все хорошо закончилось, что он уже боялся, что ей придется выйти замуж за чандалу. Поэтому я предлагаю, что подметает ради Госпожа Геннадху, я предлагаю принцессу подмывать ему в жены. Мхараджи Парушоттамадев поднял руку подмывать и позднее она родила ему сына. Сына, ставшего известным под именем Махараджи Паратапарудра. Махараджи Паратапарудра он был великий предный Господа Читания. Он подметал перед колесницей и получил Господа Читания Даршин необыкновенное, где Господа Читания дал ему видение, он танцевал в восьми группах Киртона и во всех этих восьми группах одновременно царь его видел. Таким образом мы перемещаемся в истории с разной Господом Читания. Несколько недлинных сообщений много разных оттенков и таких моментов которые надо как-то отдельно обсуждать может быть уделить этому время специально обширные истории с Анасишем Адпагаватом чтобы как-то так прочувствовать хорошо. Но вкратце посмотрим как это Господь Джаганадхи поклоняется праном мантру ему читая Дева Дева Джаганадха Прапанадха Винашана Трахимам Пудари Какша Патитам Павасагае Оба богов от Джаганадха повелите всеми пожалуйста уничтожь страдания обрушившиеся на меня Олта Сауке Господь пожалуйста освободи эту душу из океана материального существования Это Моритву распевавшей Читани Мухапрабху Шибаладе Пранама Намасте Тухалаграма Намасте Мушалайютха Намасте Ревадиканта Намасте Мактава Цалам Намасте Бари Насрежства Намасте Дгарани Дхара Пранумари Намасте Трахимам Кишна Пурваджам Субхадра Субхадра И в руке его нет флейты Господь Читани Махапрабху Погруженный в стране Гопи Хотел видеть Воспожа Ганатху В его изначальной форме Кришны Сына Махараджинанды Кадан 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 Пребывает Во Вриндававне В своем Изумительном Облике И тело Изогнуто В трех местах Желание Махапрабху Увидеть Этот Облик Становило Все Сильнее Подобность Матери Дхарани Которая В присутствии Дхавы Бессвязно Разговаривала Со Шмелем Шичитани Махапрабху Погруженный В экстаз День и Ночи Бессвязно Говорил Словно Безумец Господь Велел Сварупе Дамадаре Петь Подняв Его Желание Сварупа Дамадара Запел Наконец-то Я обрела Господа Моей Жизни В разлуке С которым Купидон Сжег И спепелял Меня Эти слова Признесла Шиматер Радхарани Встретившись Кришной На священном Поле Куру Господь Кришны Его Брат Сестра Прибыли Туда По случаю Солнечного Затмения Эта Песня Разлуки С Кришной Когда Радхарани Встретила Кришную Крок Шетри Она Вспомнила Их Близость Во Валиндаване И подумала Наконец-то Я обрела Господа Моей Жизни В разлуке С ним Стрелы Дамодара Пропел Этот припев Шетри Махапрабху Вновь Начал Ритмично Танцевать Погруженный В трансцендентное Блаженство Крестница Господа Жаганатхи Начала Медленно Двигаться Вперед Господь Шачинандана Танцевал Перед ней И все Предные Которые Перетанцевали Перед Жаганатхи Смотрели На него Затем Шетри Махапрабху Вместе Санкиртаной Отправился В конец Процессии Его глаза И сердце Были полностью Погружены Господа Жаганатху Махапрабху Начал играть Драму Подпевая Делая Жесты Руками Разыгавая Эту драму Он иногда Падал Назик Позади Процессии И в эти моменты Господа Жаганатха Останавливался На месте Когда Шетри Махапрабху Вновь Оказывался Впереди Колесница Начинала Медленно Двигаться Так Межучитание Махапрабху И Господу Жаганатху Происходило Своего рода Соревнование На свои силы Читание Махапрабху Внуждало Господу Жаганатху Останавливаться И ждать После того Как Шри Кришна Сын Данда Махаража Покинул Общество Гопи Вриндаваны Он совершил Свои ливы В Двараки Когда Вместе Со своим Братом Сестрой А также Другими Жителями Двараки Кришна Отправился На Куркшетру Внём Встретился Замитателем Вриндаваны Шри Кришна Махапрабху Радхабхава Диоти Сувалита Сан Кришна Играющий Роди Шри Матери Радхарани Чтобы познать Кришну Господь Жаганатха Кришна А Шри Кришна Махапрабху Шри Матери Радхарани Шри Кришна Жаганатха Пури Считается Дваракой Местом Где Кришна Наслаждается Царским Великолепием Однако Читание Махапрабху Уводит Его Вриндауну Простую Деревенку Где Обитатели Которые Полны Экстатической Любви Кришны Шри Кшетра Вместо Айшавария Ливы В то время Как Вриндауна Вместо Матхури Ливы Когда Шри Читание Махапрабху Идёт Позади Колесницы Это указывает На то Что Господь Жаганатха Кришна Забыл Про обитателей Вриндауны Хотя Кришна И пренебрегает Ими Он не может Забыть И поэтому В своей Царской Колеснице Кришна Возвращается В Вриндауну В роли Шри Матери Адхарани Шри Читание Махапрабху Проверяет Помнит ли Еще Господь О вражу Васи Когда Шри Читание Махапрабху Упало Позади Колесницы Жаганатха Дев Сам Кришна Ощутивно В старении Шри Матери Адхарани Поэтому Иногда Жаганатха Останавливается Чтобы показать Шри Матери Адхарани Что он Ее не забыл И Господь Ждал На своей Колеснице Пока Махапрабху Вновь Окажется Впереди Так Господь Жаганатха Выражал Своё согласие С тем Что если Не будет Счастлива Шри Матери Адхарани То и он Не будет Шри Читания Махапрабху Окруженный Погруженный В переживания Шри Матери Адхарани Точишь Бросался К нему И тогда Господь Жаганатха Начинал Медленно Двигаться Вперед В этом Состязании Они обменивались Всеми видами Любовных чувств Которые Существуют Между Кришной И Шри Матери Адхарани В этом Состоянии Между чувствами Господом Читания Жаганатхи И чувством Жаганатхи Шри Матери Адхарани Шри Читания Махапрабху Вышел Победителем Танцуя Шри Читания Махапрабху Вновь Повторял Стих Который Он Которым Он Наслаждался В обществе Сварупа Дамадары Аху Счаты Налин Нанабха Падаравин Дам Югейшварая Хриди Вичин Тем Агатха Бандха Их Самшара Купа Пати Тарана Валамбам Гехарам Жушам Абиманаси Удият Саданах Гоби Сказали Дорогой Господь Чей пупок Подобен Цвету Лотоса Есть Одна из Четырех Фон Называется Падма Набха Набха Это Отверстие Вот Значит Лотосные Отверстия Пупок И рот Вот Есть Шалагарашим Шилы Которые Называются Подманат Пурушот Два Отверстия Одно Окруженное Лотос Имеет Уста А другое Соответственно Лотос На пупок Чей пупок Чей пупок Лотос Стополь Снова Усиляет Наши Сердца Хотя Мы Самые Обычные Домохозяйки Занятые Домашними Хлопотами Невозможно Поверить Что ты забыл Землю Вриндауна Как могло Получиться Что ты забыл Своего отца Мать И друзей Как мог Ты забыть Хомру Вальдхан Береги Муны И лес Где ты Наслаждался Танцем Раслила Кришна Ты без сомнения Утонченная Личность Исполненная Всех благих Качеств Твоя жизнь Само совершенствует У тебя Мягкое сердце Ты милостив Я знаю Что в тебе Не найти Даже тени Недостатка Как же ты При этом Позабыл Своих Жителей Вриндауна Это мое Несчастье Ничего больше Я не горю Не горю О себе Но когда Вижу Угрюмое лицо Твоей матери Я шел И думаю О разбитых Тобой С сердцах Обитателей Вриндауна Я гадаю Уж не решила Ты погубить Всех Не их Ведь ты хотела Водушевить Придя сюда Разве можешь Ты оставить Их вот так Погружен В мучения Обитатели Вражи Обитатели Вражи Не подушают Твои царские Одежды И не хотят Они Чтобы ты В далеких Странах Ходил В сопровождении Армии Великих Вольнов Они не могут Покинуть землю Вриндауна И без тебя Всем не жить Подумай о них Мой дорогой Кришна Ты жизнь Душа Вриндауна И еще больше Жизнь Надна Махаража Ты единственное Сокровище земли Вриндауна И ты очень Милостив Пожалуйста Приди И оживи Их всех Будобам Штупи опять Свои лотосными Стопами На землю Вриндауна Штупи Матери Матери Приди во время которого Господь Жаганатха на колеснице отправляется из Жаганатхапури в храм Гунтича. Вот такие истории по времени. Как раз немножко вопросов и принять черенабрит и просят от Госпожа Жаганатха. Пожалуйста, пожалуйста. Попрос такой, может быть, смешной. Почему именно, как раз, то, что именно мечти дорогу, потому что мыть дороги шампунем, скажем так, в эстетические времена более благоприятно было? Так она и поднималась, пыль, на самом деле. Меченье — это не только очищение дороги, это же взметание пыли. То есть специально, чтобы благоприятная пыль бедная была? Ну, да раз история корнями на головку Валиндавана, где Кришна посылает мудрецов, которые, соответственно, родили сильных метельщиков. Это уже история с этим связана, так же. Эта пыль поднимаемая, пыль Валиндавана, она трансцендентна. Она свою трансцендентность не теряет. В Валиндаване до сих пор хранятся отпечатки стоп Кришны. Коровы измельчили в мелкую пудру камня Валиндавана, которые встречались. В гопе укоряли коров, что они могут, когда Кришна ходит, могут наступить на него. Они такие неловкие, животные крупные. А Кришна, бегая по тропинкам, может колоться на камни. Коровы сказали, да мы все это очень храним следы. Коровы сказали, мы храним и отпечатки следов Кришны, и обходим их, и они остаются в непрекосновенности. Потому что Кришны стопал, ему было мягко. Мы давным-давно уже раздробили все камни, невозможные и невозможные. И на этих тропинках они превратились в мягкую пудру. Вот эта пудра до сих пор существует и продолжает существовать, потому что коровы-то ходят из стадо и несколько... Есть гашал во Валиндаване, знаменитая Нанды Махараджа, одного преданного, который служит и жертвует в храму. У него даже две гашалы, два коровника, где коровы необычные коричневые масти, они очень красивые, у них очень длинные уши, и они все красно-коричневые. Ну, каким исключением есть другой масти, но основная масса – это красно-коричневые. У коров есть свои имена, у коров Кришны. Их 900 тысяч, это мы обсуждаем в прошлом. Это чудесные моменты такие. То, что Кришна очень любит. Поэтому Мать-Земля приняла форму коровы. Потому что Кришна – покровитель коров Ибрахамов. Поэтому нецветую пыль Валиндавана предные просеивают, чтобы там не было песчинок и соринок, и каких-то искусственных привнесений. Там, это птичка или это живое. Вот. Напаивают в капсулу, которая называется ковать, и носят, памятуя о том, что они держат на груди землю Валиндавана. Случай, несчастный случай, племли уходят с земли Валиндавана на груди. Почему нет? Что такое? Просто. Пожалуйста. А когда Кришна покинул Валиндаван, как жители Валиндавана? Так описывается, что очаги не горели, они находились в состоянии полного уныния. Невероятно тяжелое описание событий, когда Акрура увозил Кришну из Валиндавана. Ну и Шода вела себя совершенно. Она как услышала, что Кришна уезжает, она его сначала спрятала в шкаф. Потом подумала, нет, спрячь его за занавеской. Тоже не подошел. Спрятала его за алтарем в варахе. И все равно Кришне нужно было уехать. Она не знала, как быть. Когда она не встретила Курукшатра, она посадила его на колени. И молоко пошло ее искрутить, потому что она ощутила эту любовь, которую она с ним разделяла до шести лет. Почему до шести лет? Потому что когда ему сполнил шесть лет, он стал стесняться, когда она его умывает с утра, что он стал взрослеть. Ему уже поручили пасти коров. Кришн, это была трагедия. Но я стал думать, как же еще я такой вот с ним помыть его тело. Я уже не могу. Он мне стесняется. Не можешь представить себе, какие трагические ноты могут быть в родительской любви. А в играх мальчика-пустышков там радостные нотки. Там много веселья и улыбок и смеха. Как они сочетаются. Как в нашем характере могут сочетаться трагедии и радости. Это же не простые вещи такие. Когда придет время, когда для нас это будет по-настоящему дорого. Да, ну, как сентиментарные чувства и врачи, которые у нас есть. В конце концов, кто-то из нас родители и знает детство наших детей. С их достоинствами, недостатками, печалями и трагедиями. Поэтому, естественно, можно расчувствовать, понимая, как это такие непростые чувства. Когда это все происходит в очень короткое время, а дальше оно уже не повторяется. Ну, я такие вот чувства испытал еще. Поэтому истории свечеводы, они еще ценны тем, что Кришне очень дороги. Ну, если они дороги Кришне, они должны быть дороги нам. Ну, вот. Просто такое. Это ведь немножко многосложное. Прошу, пожалуйста, еще вопросы. Прошу вас. Спасибо большое за лето. Вспомнил детство свое. И расчувствовался. Скажите, пожалуйста, почему колесница должна останавливаться? Это считается успешной Радхаратой. Ну, раз мы увидели, что Господь Читания Махапарабху, он незримо присутствует. Совершая то же действие, которое мы только что прочитали, это описание. У него есть разные настроения. Он сподвигает Госпожа Ганатхи, чтобы он открыл свое настроение взаимодействия с Радхарани. В Господь Читания приходит настроение Радхарани, и это настроение излучает золотое сияние. Поэтому у него золотой цвет тела, и сияние от него излучает цвет золотого. Значит, мы можем увидеть, что духовные эмоции, или духовное настроение, или трансцендентное настроение, они имеют свои трансцендентные цвета. Поэтому цвет шья, он трансцендентно черный. И в этой традиции мурть исполняют из черного базальта, твердого камня. Это черная мурть, отражающая, то есть блестящая поверхность камня. Но в то же время Кришна, он трансцендентно черный. Подобное темному грозовому облаку, такому нагнетенному, острову темному, иногда это можно увидеть. Есть облака такие серенькие, какие-то голубоватые, а бывают такие очень темные. Из них сыплются молнии и в сочетании цвет молнии и цвет грозового облака. Это тхоти и тело Кришны. Такое сочетание. В этом описании, что одежды цвета молнии, можно увидеть молнии разряд, он от холодного такого голубого и фиолетового, до такого золотистого, серебристого, желтого. Разный цвет. Ну, когда ученые делают испытания, там, в разрядах электрических лабораториях, наблюдаются они такого синего, голубого цвета. Но в небе мы наблюдаем молнии, они разноцветные. Ну, по крайней мере, когда облака видят Кришну, как Он танцует, они излучают разноцветные молнии, цыплятся. И погромахивают в такт мридангам, на которых играют гофи. Кришна являет настроение нату-бара или танцор. Им любимое настроение, потому что его к этому случаю замечательно наряжают. Вы знаете, он что будет танцевать. Его близкие спутники-пастушки, которые его наряжают, рак, так и другие, они надевают на него чудесные одежды. И Шона наблюдает, как они хорошо справляются, подсказывает им, что тебе надо что сделать. Кришна выглядел неотразимо. Он так же надеялся перед тем, как сразиться с Калией. Он, как чудесный танцор, танцевал на клубах в Калии. Калия хотел его захватить. И в это время Кришна ставил стопу. Была такая игра. Кришна успевал быстрее, чем Калия. И так же со стороны это выглядело, как танец. Для кого-то. А для кого-то выглядело, как вот-вот Калия захватит Кришну, и сошлет его в своих кольцах, и Кришна погибнет. Это переживал Иешуада по новому обороту. Багарама ходил по щекотку в воде и высевал Баржабаси. О том, что не беспокойтесь, все в порядке. Это Кришна его лило. В это время все живые существа, говорится, в Шимат-пагаву, там вышли на берег этой заводи, которая была 12 километров в округе. Она огромная. Для того, чтобы Кришна проявил во сердцах чувство разлуки. Это чувство разлуки первый раз появилось. За время пребывания Кришна вылетал. Потом он появится, когда Кришна поднимет его Артхану. И завершающий штрих будет тогда, когда он будет отправляться с округой за пределами Валиндавы. Все это те фазы нагнетения настроения, которые потом у них остаются. В этом состоянии они находятся. Их видит Утхава, у них серые лица. В Артхаране состояние предсмертное находится. И он ничего не может делать. Она просто бессвязно что-то говорит или молчит. Ничего не говорит. Таковая сила чувства разлуки. Духовные чувства. Нам мало знакомы. Нас кто-то провожает, машет платочком. Если родственники пожилые плачут. Сын или дочь куда-то выезжает на учебу. Он тоже или она там машет рукой. Возвучно поцелуи шлет. Потом они пошли горевать, родители. И соображать какие-то свои соображения. Как же он там, он или она будут где-то учиться или как-то пребывать. Он спокойно разворачивает там завтрак, пьет, что-то будет. Он уже думает о своих удовольствиях. Так устроены родители, так устроены дети. Но Кришна не совсем так. Он любит очень маму Иши. Но некоторые фазы возраста его отдали. Он отдалился, просто уехал. Не просто отдалился, уехал. Вне себя от горя. А Радхара не потерял возлюбленного. Тоже сказал, что он вернется. И как Кришна возвращается. Потрясающе. Упросили Господа Балараму, чтобы он приехал и как-то успокоил жителей. Индавны. Кришна вошел в его ум. Господь Баларама привез Кришну в своем уме. И когда он танцевал раз с Гоби, которые, это дочери, жен Карии. Он с ними танцевал в танец раз. Господь Балараму. Кришна танцевал так же, потому что он вышел из ума. Господь Балараму. Потом, когда Господь Балараму пробыл два месяца там и возвращался, Кришна пошел в ум и отправился обратно. Значит, ум Баларамы способен переносить Кришну. Потому что ум Баларамы – это тоже обитель. И Кришна с удовольствием перемещается. Здесь нечто. Но этого мало было бы особо. Они все равно находились в таком чувстве. Когда вот Хаоин говорил, что Кришна, почему вы так печалитесь? Кришна же везде находится. Немножко перефразирую. Но это были трагичные фразы, потому что они говорят, как? Он же наш сын. Он же наш сын. Как он держит? Везде-то заходится. Он наш сын переплачет. Как же может быть, что он везде? Он же мой сын. У него, кстати, согласились никак. У него это непонятно. Точно так же, как непонятно было в решете, как Кришна держит Гавардхана. Она думала, наверное, мой муж Нанта посохом поддерживает этот огромный камень. Думала она. Значит, у нее такое материнское наивное представление о своем ребенке, которое Кришна очень ценит. Потому что эта наивность – это абсолютно чистота расы. Полностью незапятная чистота родительской расы. Такой момент очень сокровенный и интересный. Он еще интересен тем, что Господь Нарисимха Дева – покровитель родительской расы. Потому что у него на коленях Прохлада Махараш сидел, как сын. В это время Нарисимха Дева желал этих ощущений сыновей, сыновей любви и ощущений того, что он им заботится. И это настроение он перенес, когда пришел как Кришна. У меня это настроение проявилось в полной мере. Была очень интересная такая вещь в этом виде. Дополнительно. Вот. Пожалуйста, вопросы. У нас еще 10 минут. И 7 минут для принятия чернавы. Прошу вас. А можете рассказать, какие особенности есть в служении Божества имя Госпожи Ганатхи? Госпожи Ганатхи? Ну, это храмовые стандарты. Они высокие. И 54 раза предлагается пища. И Мя Госпожи Ганатхи спит совсем немного. Три часа. Все остальное это время дальше. Вот. Колесницы изготовляются в каждой Радхаятрии. Колесницы рубятся деревянные. Эти поления, эти части, вернее, колесницы деревянные, они идут на растопку. Пища готовится в больших горшках. Зал заполняется горшками. Он в пуджаре наливает воду в ладонь. Или там листья тулуси. Читает мантры, подношения. И брызгает этой водой на горшки. И медитирует, смотрит, пенил Господь имя. Такой очень там строгий пророчек. Такое подношение. Ну, все мантры подношения необходимы. Пранава мантра и так далее. Но это делается таким образом с помощью воды. Вот. И, соответственно, там есть еще храм Вималы, которые тоже участвуют в подношении. Ей дают махапрасад. Она его пробует. А тогда уже все остальные могут кушать. Ну, в принципе, это то просада, где каждый день предлагается 30 тонн. Рисов. Кормится весь пуль. Вы представьте себе, 30 тонн. Рис — это много. Хорошего качества. Все сыты. То есть никто не остался. Это такой почерк Госпожа Ганатрии, что он любвеобильный. Он видит любого прибывающего в пури посетителей. Он получает милость от его взора. Находится в храме, но всех видит прибывших. Приехал поезд. Или, соответственно, из поезда вышли с поклажей и туристы, и обитатели Ганатха Пури. Все, переходя эту черту, взору Госпожа Ганатхи, попадают под влияние его взглядов. Этот взгляд имеет начало. Это очень важно, и мы должны об этом думать. Я один глаз солнца, другой глаз вспоминаю. Одно из-за Панишат говорится, что золотой Пуруша находится в недрах солнца. Он находится в глазу, и он находится в сердце. Бахтянат Факур это трактует, как образ Господа читаний, который находится в недрах солнца, и глаз Господь Жанатхи. Также это мриданги части. Одна – это правый глаз, другая – левый глаз. Но при этом мриданга – это Господь Балрама. И в мриданге читается мантра, которая проявляет могущество мриданги, как, оказывается, творенная энергией Господа Балрама. Какие-то моменты интересные, ассоциативные. Значит, возможности поклонения Госпожа Ганатхи, они ассоциативные, очень много оттенков, идей может быть. Можем просто смотреть на глаза Госпожа Ганатхи и думать о том, что в нем Кришна находится в золотой форме. Что он окунулся в водоем недалеко от Нандаграма. Предварительно в этом водоеме окунул свои ладони в Шаматирадхаране. Яшона хотела, чтобы Радха была супругой Кришны. Ну, чтобы состоялась помолвка, какие-то наметки уже. Несмотря на то, что они маленькие дети, она уже хотела заранее. Чтоб это была идеальная пара, думала Яшона. Так Яшона приглашалась к Яшоне для того, чтобы готовить сладости, чтобы Кришна утром мог принять сладости. Поэтому Кришна подглядывал, как Радха готовит. Потом Радха подглядывал, как Кришна кушает. Кришна кривлялся и молчился, и выплевал. Она там пришла. Плохо приготовила. Все это манерно, так специально. Когда Приня готовит, если готовит сладости, он вспоминает эту лилу. Что происходит со сладостями? Сладости становятся высший класс. Понимаете? Он предупонимает, что ничего не может. Он может только помнить что-то. Дай Бог. Ну, периодически отсеивая какие-то посторонние мысли, которые посторонние вот такую. Значит, Бакладник Госпожа Городжа предполагает, все-таки знание его персоне, его положение, его чаяния, его сокровенных настроениях. Такие сокровенные нога одевают в разные одежды. Вот мы сегодня прочитали цветочные одежды, золотые украшения. Ему надевают, джаверату Балалеву Сухану надевают маски сладо. Был один великий, преданный Ганеши. И вот, как у него в Саганопате, и было дорого это поклонение. Он сидел на дороге, у него был небольшой муртиганеш, и он постоянно ему оказывал почтение. Также оказывал почтение паломников, которые проходили. И они уговорили, пойдем в пуде. Что ты здесь сидишь? Он говорит, я не могу уйти, я поклоняюсь от Канеши. И каждый паломник ему уговорил, ну идем, что ты здесь сидишь. И кто-то его все-таки уговорил. Он отказывался, он говорил, ну как, почему должен оставить поклонение Ганеши? Когда они вообще к вам все были удивлены, что Господь Жанатха явил настроение Ганеши. У него был хобот, слава, глаза такие большие, но при этом хобот славный. Таким образом он ответил взаимостно своего предного, который поклоняется ему через Ганеши. Он принимал искреннее поклонение, а кому Ганеши отправляет? Он отправляет Верховному Господу. Ганеши свои сладости держит в ладони чашку со сладостями. Эти сладости он предлагает стопам Господа Лесимхата. Но иногда Лесимхо вот так вот выглядит. Что-то в духе Пури. Все это интересно вопрос. Пожалуйста, Сергей, еще раз. Вопрос вот такой. Может быть, я был очень внимательен. Скажите, что Макара – это блеститворение Камадева, который потерял свое тело после битвы с Господавшимом? А это Макара Тхаджа? Да. Это просто Кришна ему устроил такое пребывание около его лица. Ну, делается из серебра или золота. Можно увидеть. Говорится, что это акулы. Но если Макара, то это не акулы, и не крокодилы. Это именно Макара Тхаджа. Ну, так же бывает в виде рыбы. Он стоящий, как акулы, выглядит украшением. Или выглядит, как крокодил. Такое тоже есть. Но Кришна интереснее вот такое существование. Он живой. Это не просто серега висящая. Он же двигается. Но не значит, как в фильме знаменитых путешественников. Воробья там и так далее. Жека Воробья. Я не это имею. Хотя, может быть, похожая ассоциация. Что-то такое. Потому что у Кришны все наполнено жизнью. Все украшения на его теле, его одежда – это проявление Господа Баларамы. Это его идеи, его настроения. Поэтому так, как Кришна выглядит, это заслуга и Господа Баларамы так же. Господь Баларам проявляет головка Валендавана и весь мир Вайкунтх. Это его энергия. Все планеты Вайкунг, небо Боровьема – это проявление Господа Баларамы. Вернее, молосом Каршана его экспансии. Дождется. Из него исходят тела спутников Господа, пастушков, надышев. Поэтому его значение невероятное, огромное. С таким образом служит Господу Джаганадхи. как скамейка, как полотенце, как озеро, как одежда, как материальный мир, как духовный мир, как все обители. Представьте себе. Объем. Его же, как Нитинады, еще и пропадает, как все прочие. Если мы знаем только эту матрицу, одно вкладывается в другое. Такой объем. Всезерцая Божества, Читания Нитинады, Кришна Баларамы или Джаганан Балды в Супханде. Мы видим, это все в нем находится. Такое величие и могущество. Но при этом величие и могуществе, у него есть черты его самых сокровенных, утонченных настроений, которые скрыты в этих образах. И задача практикующего это обнаружить. Ну, Тумачарий советует, видимо, недостаточно смотреть на Божество, если оно из деревьев думает, что это деревянное Божество. И не более того. При этом должен просить, чтобы он ему показал форму Шяма Сундры. который держит рукав флейту или три изгиба тела в него. Какое изящное. И стопа направлена в сторону Радхарани для того, чтобы коснуться стопой ее царя. Такое состояние. И не-не-не. Когда Божество стоит и демонстрирует себя, и это называется Дарши. И здесь точки соприкосновения Божества. Господь Баграма опирается на плечо Господа Кришны. Потому что нужна опора. Кришна сильнее, чем ей. Потому что вся сила Господа Баграма исходит от Господа Кришны. Читая нитинада, танцуя, соприкасается локтями, ладонями и коленями. Радхария Кришна соприкасается с стопой. Вот такие точки соприкосновения, которые являются медитативными идеями преми. Посмотрел, стал запоминать эти точки соприкосновения. Через это начинает пометование Божества. Так соприкоснулись. Читая нитинада так и так. Получается постоянное осмысление, видение этих пара Божеств. Радхария Кришны. Кришна была равна мечтой нитинады. Так по кругу все. Потом это мантру свою помещает. Такое видение. Как это в мантре должно быть? Получится или нет? Смогу ли я успевать так, чтобы они себя продемонстрировали таким образом, соприкасаясь? Или опять останусь с него делом и опять буду мучиться с этим проклятым умом, который опять мне задал задачу и только в конец два с половиной круга были более-менее успешными? Думаю, надо опять все начинать сначала, а уже нет времени идти на работу или еще как-то действовать. Потом придумал, ну завтра я это сделал окончательно, бесповоротно. А завтра кто-то с утра звонит и говорит, а, надо уже бросающие дела, есть какая-то идея, задача решать. Думаю, надо отложить на пуслы завтра эту идею. И так до откладывался на 15 лет, которые пролетели как одно мгновение. А потом еще пять, еще семь, еще три. И оказывается, это очень много. А он так остался таким. Может быть попробую завтра? Может завтра получится? И удача в том, что может прийти общество бредных, который с кордой... Давай заканчиваться этой ерундой. Давай сядем, давай сядем почитаем. Что-то хорошее о Кришне. Как он творит молитву Господу Балараме. Как он красиво говорит. Когда эреха произносится по всему лесу. Ахомедеву Варамарарчитан, Карам, Пучянте, Прамонах, Паларханам. Он говорит, что ты, тебе поклоняются могущественные полубоги. Эти деревья, которые растут здесь, рядом, они тянут свои молодые ветки красноватыми окончаниями, чтобы прикоснуться к твоему лотосному стопу. Вот начало молитву. Плава Смертвену Касуры. Источники вечера наслаждения так и называются. Эту молитву можно прочитать. Потом прочитать санскрит, десятые песни, шлемат пагуту. И победить невежество, которое постоянно посылает эти беспокойные мысли на шум во время джакой медитации. Так что, вот, всё на сегодня. Спасибо большое. Репетчи Ринавлита и Маха Просе. Так, подойдите, посмотрите на рейтинку Левы. Помогайтесь. Вот, видите, это очень на самом деле важно. Мы должны это делать так. А это древняя традиция о том, чтобы на течение вечера, когда посещал краску, это просто правило, которые были установлены и не нарушают до сих пор. Ну, дождёмся, можно сказать. Просто, видите, красный уборник, это может быть не настолько интересный. Интересны и квалифицированные служители. Это служит квалифицированным. А похитители могут квалифицировать? Ну, да. А ещё и есть храм, Господи, донатчики до рекламного хора. Буквально полчаса хадебника. Чудесный, красивый храм. Так что, уже можно. Во время Радхаятри, Господь, загадается, доступен для любого посетителя. Чтобы убывать на Радхаятри, после Господа, Господь, для того, чтобы убить непосредственно, для того, чтобы нам ходить в травму. А Радхаятри доступен? Да. На Радхаятри, в Петербурге, он доступен Радхавыков всем. А не на Радхаятри. Где? Молодец. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!